Всем привет! Это Елена Воскресенская. Сегодня будем готовить кокосовые сенабоны. Это такие булочки. Для приготовления булочек нам понадобится вот такая баночка кокосового молока. Сразу оговорю, что можно делать сенабоны и не кокосовые. Взять любое растительное молоко и сделать булочки. Я буду делать кокосовые, а вы смотрите, что у вас есть на кухне и тоже готовьте. Отсутствие кокосовой баночки, вот такой, не повод полакомить себя такими вкусными булочками. Первое, что нам нужно, это открыть банку. Вот здесь у нас твердая часть кокоса. Надо немного снять для украшения булочек. Нам понадобится 250 грамм кокосового молока. Остальное пойдет все на украшение. Кокосовое молоко отправляем в микроволновку. Его нужно подогреть, чтобы оно было просто теплое. Молоко я подогрела. Проверьте его, чтобы оно было приятное, такое теплое, не горячее. Отправляем молоко в миску. Сюда же отправляем чайную ложку сухих дрожжей. Добавляем 2 столовых ложки сахара и 3 столовых ложки муки. Добавили. Теперь нужно это нам перемешать и отправить на час в теплое место. Я поставлю в духовой шкаф и включу лампочку. Закрываем нашу опану и отправляем в теплое место на час. Вот так я вставлю в духовой шкаф и включаю просто лампочку. Этого достаточно, чтобы в духовке просто было тепло. Прошел час. Давайте посмотрим, что у нас здесь. Вот, посмотрите, дрожжи активировались. Поднялись такой шапочкой. И сейчас нам сюда нужно просеять оставшуюся муку. Муку просеяли. Добавляем кокосовую стружку. Немного соли. И растительное масло. У меня кокосовое масло, но подойдет любое растительное масло без запаха. И сейчас аккуратненько вымесим. Сначала ложкой вымесим. А потом уже рукой. Получается очень мягкое тесто. К рукам оно не липнет. Вот я его скатала в шар. Закрываем крышкой. И отправляем опять на 2 часа в теплое место. Примерно через час. Посмотрите, как хорошо подходит тесто. Его нужно обмять. Обмяли, закрыли. И еще на час убираем. Вот так у нас подошло тесто. Теперь берем немного муки. Немного слегка тесто вымесим. Разделим тесто на 2 части. Одну часть я уберу и закрою крышкой, чтобы оно не сохло. Одну мы сейчас с вами вымесим. И надо будет ее раскатать. Берем сахар, добавляем туда ваниль, корицу. И размешаем. У нас получится ароматный сахар. И половину этой смеси мы сейчас высыпаем на тесто. И теперь аккуратненько свернем в рулет. Разрезаем на 8 частей. Так, у нас будет 4. И каждую еще пополам разрежим. Здесь у меня форма. Я смазала ее слегка растительным маслом. И сейчас булочки Нужно выставить в форму. Вставляем на небольшом расстоянии. И все то же самое делаем со второй частью теста. Булочки сформировали. Теперь я их закрываю полотенцем. И убираю на 20 минут в теплое место. Давайте посмотрим. Вот так поднялись у нас булочки. Они увеличились в размере. И теперь их можно отправлять выпекаться. В хорошо разогретую духовку до 190 градусов около 30 минут. Булочки готовились 30 минут. Сейчас даем им остыть. Они должны быть только у нас такие вот слегка теплые. А пока булочки остывают, делаем крем. Достаем из холодильника кокосовые сливки. И взобьем миксером. Теперь нам нужно добавить сахарную пудру. Пудру будем добавлять частями, чтобы не переслоснить. Добавляйте по вкусу. Я буду по чайной ложке добавлять и пробовать. Все, крем готов. Я добавила 3 чайных ложки сахарной пудры. Но еще раз скажу, по вкусу. По чайной ложке добавляйте и пробуйте. Такой красивый, мягкий крем. Но в то же время он хорошо держит форму. У нас получился. Булочки у нас остывают. А крем я пока отправлю в холодильник. Булочки стали теплые. И давайте их смажем нашим кремом кокосовым. Обмазывать булочки надо, именно когда они еще теплые. Чтобы кокос немножко подтаял. И как бы проходил вниз еще. Так, ну вот. Красивые наши булочки готовы. Вот такую красоту сегодня мы с вами приготовили. Очень надеюсь, что вы тоже приготовите эти вкуснейшие, ароматные кокосовые булочки. Булочки. Если у вас нет кокоса, то используйте любое растительное молоко. И сверху можно просто сделать помадку. Взять сахарную пудру и немножко ее развести апресиновым соком. Это тоже будет очень-очень вкусно. И подавайте их на завтрак с утренним кофе. С вами была Ирина Воскресенская. Кто еще не подписан, обязательно подпишитесь. Впереди много-много интересного. Всем пока-пока. Ну, слушайте, это такая вкуснятина. Я уже съела одну булку. Еще себе одну положила. Они у меня были очень теплые, поэтому крем у меня быстро растаял и прошел вниз. Они прям пропитались кремом. Но все равно нужно лучше немножечко подождать, чтобы они остылись. Я торопилась из-за съемок. Но булочки, это вообще, они очень мягкие. Очень мягкие. Булка не очень сладкая получилась. Так что, если вы очень хотите послаще, то сахара можно побольше. Но по мне, вот, я сладкоежка и мне нормально. Больше прибавлять не буду, потому что крем сам я сделала сладкий. И булка вся в креме. И это просто что-то. Это что-то с кофем вообще. Так что, мои рекомендации. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...